Сделай вид, что вы не виделись. О, Девина, привет! Привет, привет! Какая неожиданность. Скажи, пожалуйста, честно, в самом первом раз, я сейчас начну, конечно, тебе представить, сейчас я закрою комментарии. Скажи честно, ты скучаешь по Италии? Ну, конечно, скучаю по Италии. А я скучаю по Италии? У меня, я на самом деле, ну, я просто итало-люб, я не говорю, как ты на итальянском. Я просто люблю Италию всей душой. И я планировала... Петчан, это Аня у нас разговаривала. Аня вообще... Да, я не разговариваю пока. Я планировала день рождения встречать там. Я хотела, у меня в пятницу эфир, 5-го числа день рождения. И, собственно, я планировала отвезти и улететь в Италию. Ну, дома макароны придется варить, ну, как бы. Ну, короче, это беда, на самом деле. Да? Я за день вернулась как раз. Там уже начинают проверять. Ну, типа, врач смотрел, в каждого вглядывался, но тогда еще, ну, типа, ну, подумаешь, что-то там происходит. Вот, так что я успела. Я очень скучаю. Я очень скучаю и очень переживаю за них. Я понимаю, что они, конечно, тоже такие же, как и мы, не всегда. У меня два сосудника застряли в Италии. А, прям так? А где, как и в городах? Да, да, у меня прям по всей России все раскиданы, наша команда. Вот, одна прям живет в Италии, а другая застряла в Италии. Поэтому, вот. Ну что, ребят, пока вы все, уже вы все собрались, мы дали буквально там минуту, пару минут послушать наш поток сознания. Ну что, сегодня у нас происходит для многих развиртуализация. Ну, понятно, да, что можно увидеть твои страницы в Инстаграм. Вот. Но сегодня мы для вас развиртуализируем голос, который многие из вас слышат по радио. Многие начинают день с твоего голоса. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Я проверю, ребята, проверю. Да, да, да. А я мы вдвоем проверим. Вот. Поэтому сегодня мы приветствуем нашу дорогую Вике, которая врывается в ваши утренние эфиры на волнах радио Европы Плюс. Большое тебе спасибо. Я вообще очень рада, что все занятые сидят дома, потому что, наконец-то, мой коварный план всех вытащить. Переманить домой? Да, да, да. Ну, потому что все заняты всегда. Ну, все вот реально. Ну, когда я всех вот так сведу, а тут все такие отличные. Ну, да. Ну, я же ответственная гражданин. Я сижу дома. Хотя мы продолжаем работать, но после работы... А вот как работать-то строится? Что еще раз? Ну, как работа? Как радио? Из дома? Нет, мы ездим по-прежнему в студию. Ну, соблюдаем меры. Ну, нужно. У нас особое положение. Мы, знаешь, как оркестр на Титанике. То есть создаем настроение, поэтому, собственно, мы продолжаем работать. Ну, как бы... Я, на самом деле, без фанатизма. То есть я не ношу маску. У меня есть спрей. Ну, то есть я как бы... Не важно, какая позиция, но позиция такая, что как бы... Нет, важно, какая позиция, почему бы и нет. У нас здесь совершенно пространство... Ну, что у меня позиция такая, что если... Я, естественно, я не лежу у ручки дверей. Ну, как бы... В принципе, всегда. Ну, то есть как бы... Убрешься, я видела. Нет, не было. Это не я. Меня подставили. Вот. Естественно, я соблюдаю какие-то меры. Я, ну, не цепуюсь, не знаю. Да, 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 да. Естественно, я протираю руки. Я сейчас не езжу на метро, езжу на такси только. Я не гуляю просто так, если только в магазин, действительно, или в аптеку. Но у меня позиция, как бы, если судьба, то судьба. И если, ну... Ну, понятно. Если не суждено заболеть, значит, ну, то есть я заболею именно в тот момент, знаешь, когда я... прикоснулась какой-нибудь там в одной... Я притам своего мизинчика к чему-то, поэтому, как бы, ну... Ну, да, без какого-то. Тут на самом деле, правда, ну, много... Я тоже не ношу маску, хотя мне сегодня написали в скайпе. Я видела, я видела, да. Я вообще говорю, что? Что вообще? Я против, это не так, это вранье. Ну, потому что у меня как раз обоснованность такая, что, типа, маска на самом деле не спасает, и врачи носят ее, потому что они боятся заразиться другими болезнями, потому что там туберкулез и так далее, которые тоже... Ну, да, да, да. Да, тоже этим опасны. Вот. Но карантин, он ведь создан для... Не для того, чтобы мы не заболели, а для того, чтобы замедлить этот процесс. Да, 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 это все понятно. Я очень надеюсь, что большая часть из нас, ребята, если у вас першило горлышко, и вы кашляли, возможно, вы уже просто спокойно переболели. Мы назначаем вас здоровыми людьми. Ты знаешь, у меня недели 3-4 назад был бронхит резко. Вот, может быть. И я, конечно, подумала, что это... Ну, может быть, я не знаю. Ну, мне вроде как сказали, что это я так на сноуборде покаталась, но это очень странно. Они не распознают. Ну, да, ну, плюс это еще было давно, но еще не было волны, и у нас как... Ну, короче, это все неважно. Важно просто реально. Не надо шляться, и карантин реально сложный для того, чтобы мы все потихонечку, и чем быстрее мы все поймем, что не надо шляться... Да, просто строятся в нас пены, и все, и мы будем к этому устойчивы. Ну, да. Главное просто, наверное, сейчас расслабиться и приспособиться к новым реалиям, чтобы не тратить энергию свою на стресс. А ты слышала, что 5 апреля будет миллион плюс там медитации. Сейчас астрологически мы входим в новый цикл, вот. И 5 апреля будет огромнейшая медитация. Сейчас вот важно отсеяться, все, кто будут там в суперпанике, и прекрасно войдут в этот цикл, кто догадается быть в спокойствии, отдающим очень много. Сейчас надо создавать, отдавать, делиться, ну, помощью, поддержкой, информацией. В общем, вот такая вот... Вот такая колбаса заваривается. Не, ну, правда, так и есть. Просто выгиб позицию выберет. Да, ну, да, это как бы смысл паниковать, просто реально столько энергии люди сливают на страх. И я сама, знаешь, очень впитываю, как губка, и когда вокруг меня все паникуют, я начинаю прям сразу тоже возбуждаться. Но я себя каждое утро и вечер осаждаю как бы все так. Конечно. Сама проговорилась. Вот, что надо... Да, 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 молодец. Вот, ну, в общем, я пытаюсь себя как-то успокоить. Хорошо, перетечем. Давай. Спокойся. Скажи, пожалуйста, сколько уже лет ты занимаешься этим трудом? Сколько лет ты на радио? Больше семи, получается. Это вообще-то огонь. Ребят, я считаю, что... Да, да, да. На самом деле, это мне все говорят, о, так много. На самом деле, по меркам Европа Плюс это мало. А, да? У нас... Да, и мне кажется, это очень классный показатель компании, когда люди работают, знаешь, там, 10 лет, 15 лет. Да, да. И у нас реально там, я говорю, о, я работаю 7 лет. Мне такие, о, окей, а я там 20. Ну, то есть, я еще, типа, молодозеленно считаюсь. Ну, да. Уверюю, за первых уволим новеньких, кто-то смотрит 7 лет. Да, 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 да. Представляешь? Ну, то есть, ну, у нас реально очень редко обновляется коллектив. Ну, очень, да. Ну, прям очень, очень, очень маленький поток людей. Прям вот, вот работают, миллиард лет люди работают, 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 и не надоедают, и просто как-то люди разбивают. Да, да. Это реально классно. Как здорово. Как здорово. Я надеюсь, что мы еще там лет через 10 тебя выцепим, и ты будешь такая счастливая, светущая. Я тоже надеюсь. как-то. И самое, знаешь, что, на самом деле, у меня, на самом деле, очень, прямо такая, знаешь, образцово-показательная история попадания на радио. У меня, как раз вопрос есть на эту, на эту. Она просто, она, она долгая, но это прям супер-мэджик. Расскажи, как ты попала на радио. Нет, Влада, сейчас, сейчас я тебе расскажу. Короче, на самом деле, это, ну, это долгая история. Но мне ты рассказывал, я помню, поэтому рассказываю. Сойдитесь, берите чаек, кофеек, тортики. Да, давайте кормить, сейчас будет сплетни, грязь, интриги, расследование. Ну, не сплетни. Ну, короче, все началось лет в 15. Давным-давно. Лет в 15 началось, когда я, собственно, занималась большого количества творчества, все делала, и пела, и танцевала, и так далее. Я в Непоседе пела, Да, вы так скажете, что ты пела и танцевала. У тебя, да, я и... Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, я все детство пропела в начале «Хори Попова», был такой очень известный, а потом я ушла в Непоседы и пела там. Очень тоже долго. Ребята, кто вырос на Непоседах, пожалуйста, вот, пожалуйста. Вот. Я не выросла, а вы выросли. Вы выросли. Мэбер, я выросла на Непоседах, то вот, пожалуйста, можно врываться к тебе за форсами. Ага. Да, пела в Непоседах, и, собственно, я потом поступила в Институт современного искусства на вокальное. Хотя я, кстати, на самом деле, я хотела поступать, тоже вот эта глупость моя, хотела поступать на актерское. Но меня, я же маленького роста, ты знаешь, наверное, это все. У нас там было общество. У нас в комьюнице. Да. Вот. И я, короче, вбила себе в голову, я стала ходить по спектаклям, дипломным во все вузы театральные, и я поняла, что девочки маленькие чаще всего играют служанок или бабушек, или детей. И меня, короче, переклинило, что я буду нереализована, что если я буду все время играть в служанах, я буду расстроена, потому что я же джуэту, на самом деле. Вот. И я пошла на вокальное. Думаю, ну пойду на вокальное, раз я всегда пела, пойду на вокальное. Вот. И, короче, лет 15, когда я думала, чем заниматься помимо вокала и так далее, какую профессию себе хочу, я поняла, что я очень люблю людей, я очень люблю общение, и вот эту всю передачу информации мне прям по кайфу. И решила, что было бы классно работать на радио. Да, 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 да. Думаю, было бы реально клево работать на радио. И я себе представила, вот я прям даже помню это ощущение, мне 15 лет, и я себе представляю, как я работаю на Европе Плюс, я слушала Европа Плюс, я ее любила прям очень. И я представляла, как я работаю с утра и говорю, доброе утро. Никогда не представляю, что я говорю, доброй ночи, да, всегда добрый утро. Мне почему-то правда казалось, что на радио совсем не платят и что работают в темноте, Я не знаю, почему это был какой-то фильм, я не помню, там в темноте сидел радиоведущий, был какой-то фильм, в темноте сидел радиоведущий, мне казалось, что, наверное, так и сидят все в темноте, но мне прям моя идея, вот это, работать на радио, на игре плюс с утра, вот это кайф, и это было настолько, знаешь, вот я ее прям просмаковала, такая, ну, когда-нибудь, как-нибудь, окей. Ну, шли годы, перемещаемся во время дня. Ты развивалась, у меня просто здесь еще будет вопрос о разностороннесть, шли годы, шли годы, но ты развивалась, потому что ты пела, ты танцами занималась, и, между прочим, в этих делах ты просто огонь, просто на первых, на первых рядах, в первых устах. Ну, да, я на самом деле развивалась, получилось, что, поскольку я очень много танцевала, меня пригласили в непоседы работать хореографом, я там поработала, потом меня переманили еще в один коллектив, потом я открыла еще один коллектив сама, и открыла второй коллектив, у меня было два детских коллектива, один вокальный, второй танцевальный. И, собственно, да, вроде все классно, огонь, я работаю, мне тогда было всего 19 лет, и у меня был знакомый друг, у которого был друг на радио, вот такая сложная многоходовка, и я говорю, Тёма, у тебя же друг на радио, как устроиться? Ну, просто вообще, я не понимаю, мне 19 лет, я вообще не понимаю, что еще интернета так особо, знаешь, ну, не то, что нет, но это все, вообще другое было время, ничего не знаешь. Да, мы в контакте сидели в группе еле-еле поменяли. Да, 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 и мне Тёма говорит, ой, на радио, типа, такая закрытая тусовка, туда не попасть. Вот на телек, типа, реально, на радио без знакомых. Да, на телек реальную, а на телек реально, там приходишь. Да, почему там сказали, что именно радио комьюнити очень, ну, это действительно так в какой-то степени, но не совсем. Вот, но я же доверчивая девочка, он мне сказал, что на радио не попасть без знакомых, ну, как бы, ну, окей, ну, все, я записала себе эту программу, не попасть без знакомых, хорошо. Хорошо, живу дальше, мне уже 22 года, я преподавала тогда еще танцы, в студии была такая Тринити, я не знаю, мне живо или не живо. Да, Тринити, ага. Села, отторгала работу, у меня все время болел живот, то есть, с детьми классная работа, но очень тяжело, вот, то есть, ну, прям, прям, реально, ну, очень сильно. Прямо даю, я говорю, не, ребят. А у меня еще были дети от трех лет, и это прям, ну, это, ну, это совсем инопланетяне. И, короче, он говорит, а что ты хочешь? Я ему говорю, Вань, ты знаешь, я на самом деле мечтаю работать на радио, но поскольку Ваня был постарше и поумнее меня, и до сих пор есть, он мне говорит, а почему ты не работаешь на радио, если ты хочешь работать на радио? Ну, да, ну, как бы, ну, логично, он просто... Да, я говорю, ну, говорю, ну, ты че, это же невозможно. Мне же Артем сказал, что у меня до знакомых, ну, то есть, Артем же, да, гуру у нас. Он такой, ну, может, ты попробуешь хотя бы? Я говорю, Вань, ты мне глупости не говори. Я говорю, у меня есть план, когда-нибудь у меня будут друзья, и я когда-нибудь устроюсь. Он такой, ну, окей, ладно, странная женщина, окей. А я еще, мне настолько все не нравилось, я хотела переехать в Петербург, потому что мне казалось, что Москва меня, знаешь, не любит. Хотя москвичка, это смешно, конечно. Вот. И в итоге он мне в какой-то момент находит курсы, курсы школы радио. Тогда их еще особо не было. Он говорит, давай ты сходишь. Я говорю, Ваня, у меня нет денег. Он такой, я тебе дам денег, я тебя очень прошу, сходи на эти курсы, потом вернешь. Ваня просто англопронитель. Всем нужен Ваня такой. Ваня, спасибо тебе. Да, я сходила на курсы. Курсы были совсем коротенькие тогда, это только было начало, собственно, этих курсов. И было 8 занятий спаррингов. Ну, то есть я туда приходила 4 раза. Да. Короче. Понятное дело, что за 4 раза ты не научишься глобально ничему. Но попадаешь в такую какую-то тусовку, волну. Да, но подиходите. И в конце мы записывали демо. Демо, которое потом можно отправить куда-то на радио. Ребята, я хочу, чтобы вы сейчас вытаскивали рабочую схему. То есть сейчас такое время, когда нужно обрастать не просто уши развесить и слушать, а нужно все сейчас примерять на себя. Если у вас были планы, мечты, что-то еще, сейчас самое время двигать жопой и реализовываться. Идти на курсы, образовываться. За прошедшую неделю, за следующий месяц вы не потратите очень много денег на кино, на кафе, на рестораны, на шмотки. Одежду, да. Эти деньги берете и вкладываете в себя. Берете и вкладываете в те курсы, которые вы давно планировали пройти. Сейчас самое время. Так, так, ты идешь на курсы и вот записываете демо. Да, мы записываем демо. Собственно, демо я записала. Мне оно, естественно, не нравится, потому что я самокритична. Ваня говорит, ну ты что, отправила? Я говорю, конечно же нет. Гадаму-то гадаму. Ваня, о чем ты говоришь? Ну, конечно нет. Я что, ходила на курсы? Я говорю, ну у меня, говорю, да, у меня, говорю, есть плат. Я, значит, приезжаю в Петербург, год тренируюсь, потом нахожу какую-нибудь радиоромашку, значит, устраиваюсь на радиоромашку, потом... С самого дна поднимаю. Да, 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 да. У меня реально был план, как я поднимаюсь снизу-снизу, потом к 30-ти годам, у меня было 22, я планировала, что к 30-ти я буду работать на Европлюс. Да. Но схема была очень отработанная прям. Схема была просто-просто. Да. Ну, значит, Ваня, опять же, умный человек, говорит, я тебя очень прошу. Я тебя очень прошу. Ты меня, конечно, бесишь, но я тебя люблю, пожалуйста, отправь свою демо, ну просто ради меня. Говорит, ну просто отправь, я говорю, ладно, ради тебя. Я отправляю демо, мне никто не отвечает. Я, естественно, Ване говорю, Вань, ну я же говорила, ладно, Мария, слушай. Ну это все очевидно. И в итоге я уже практически на чемоданах, у меня нет денег, думаю, ладно, еще поработаю в Москве, потом уеду. Ну, короче, все очень сложно, непонятно, драма-драма-драма. И в итоге получается, что проходит месяц, и я на почте у себя нахожу сообщение, что так-то-так-то, если вы еще ищете работу на радио, то, типа, напишите свой номер телефона и подпись «Вера Европа Плюс». У меня там обморок, а-а-а, боже-боже. Ну и, собственно, мне говорят, что, звонят и говорят, так-то-так-то, вы нас заинтересовали, мы ищем девочку. И вот как, вот ты идешь на, что там было, когда ты шла? Да, и мне сказали, что подготовьте несколько веселых новостей, придете, расскажете. Я, окей, окей. Собственно, я готовлю эти новости, ну не совсем понятно, как их готовить, опыта у меня особо нету. Но я прихожу в бизнес-центр, где находится радиостанция. В последний момент я хочу свернуть и уйти. Я прям реально вот прям себя заставила. То есть мне настолько было страшно, думаю, да нет, все, все. Ну как бы меня уже пригласили, это уже типа победа, можно идти домой. Вот, все-таки преодолеваю. Меня встречает продюсер. И говорит, так, ну ты мне не будешь рассказывать, это глупо. Будешь рассказывать в студии, в микрофон, чтобы мы послушали, как ты звучишь. Я, ну ладно, хорошо. Прости, перебиваю. Меня, значит, с... Еще рады. Сори, сори, сори. А так, нет. Говори, говори. Да, я просто человек, который на самом деле яркий, подвижный, веселый, замечательный, да, вот все в нем прекрасно, тоже может испытывать страх и сомнение. Жуткий страх. Да, поэтому если вы стоите где-то думаете, о боже, только мне одному страшно, вот они все такие смелые, бодрые, ловкие, умелые джунгли их зовут, это не так. Сомнения просто на каждом шагу могут быть, но вы либо выбираете эти сомнения, да, либо выбираете, ну окей, они есть, хорошо, никуда не денутся, но вы поступаете все-таки исходя из своей цели и своей задачи. Ну да, мне кажется, надо просто понять, что страх это ничего, по факту, это же там не кулак, это не физически, это ничего, да, 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 вот, ну и, собственно, меня сажает в студию, я там как-то, знаешь, там вдох, выдох, вдох, выдох, сейчас соберусь, сейчас прочитаю, и продюсер, а продюсер очень такой активный, Рома, говорит, ну что ты будешь одна сидеть? Ну это же вот не разговор, сейчас я тебе кого-нибудь приведу, и он мне приводит Илюху и Джема из бригады У, которых я слушаю, то есть для меня они кумиры. Да. Ну у меня все, у меня, ом, поплыла каким-то непонятным образом, ну в общем, что-то рассказала, Анки, ну окей, мы вам позвоним, перезвонили мне через месяц, они очень долго. Это был веселый месяц, я думаю, у тебя был веселый месяц. Да, ну у меня уже была, знаешь, такая галочка, я никому не рассказывала, думаю, ну клево, что в любом случае было, это классно. Да, уже круто, да. Да, позвали через месяц, потом еще через месяц, короче, несколько раз я так проходила, полгода это взняло, и через полгода... Была история, когда тебя спросили, по-моему, как ты так, например, рассказывала, типа, что там в тебе особенного, и ты сказала, что ты в лифте подпрыгиваешь. Не, не в лифте подпрыгиваешь, не, на самом деле была история, меня не спросили, что особенного, просто получилось, что пока настраивали микрофон, да, ну ребята пытались со мной как-то коммуницировать, и говорят, ну там расскажи что-нибудь про себя, там, что-нибудь, я думаю, проблема, типа, меня лифт не опускает, я в новый дом тогда переехала, он меня поднимал, мы маленькая, ну ладно, не опускал, ну маленькая, да, мы маленькие, да, мы выглядим маленькими, там мы ели бы крошечки. Да, и оказалось, что в этот момент микрофон уже записывали, и продюсеры потом услышали эту историю и сказали, вот это реально классная история, то есть она там не такая, как все, у нее есть проблема, там, жизненная какая-то, которая может быть у какой-нибудь девочки из Челябинска точно такой же. Крошечный лифт не поднимает, и нужно что-то делать. Да, это прямо такая, мне сказали, что это была такая важная прямо история, то есть это реально, это реально тоже про то, что нельзя бояться быть смешным, да, и собой, потому что все же такие важные. Все, что вы сейчас думаете, о боже мой, да кому это надо, как вчера правильно Макс Неспирович очень забавно, ну забавно, круто сказал, он сказал, когда вы что-то создали, сотворили, то до этого этого не существовало, поэтому нет правила, как оно должно быть верным, да, правильно вы не сделали или неправильно вы сделали, поэтому просто смелее, то, что вам кажется полным бредом, там разберетесь, на как это такой отзыв имеет, прям, ребята, отпускайте себя, разрешайте себе быть собой. Ага, и, короче, завертелось, закрутилось, да? Завертелось, закрутилось, да, и мне вот как раз сказали, что меня вызвал начальник, сказал, что опыта у тебя нет, но мы хотели тебя попробовать. Короче, на самом деле мораль истории такова, что, как я для себя решила, что мое желание, вот это 15 лет, оно было очень-очень чистым, очень настоящим. И я не создавала избыточный потенциал, потому что я за него не держалась, у меня не было вот этого, потому что у меня есть такая проблема, я иногда, знаешь, чего-то очень сильно хочу. Да, важно, да, да. Хочу, а тут как бы, поскольку я понимала, что это все бред, у меня еще лет через 10 будет, то как бы в любом случае это было немножко более, ну, расслабленное было весло состояние относительно. Да, и видишь, так все развернулось, что Ваня появился в моей жизни именно тогда, когда надо, и мы отправили демо именно тогда, когда искали девочку, но кастинга нигде не было. То есть ее искали реально по внутренним каналам, то есть реально искали среди своих, как Артем и сказал, да, что своя тусовка. Но вот таким-то образом мое демо посмотрел программный директор, и такой прикольный голос, такого не было, ну, давайте посмотрим. Вот, и получилось, что меня взяли в начале работы в вечерний шоу, у меня была буквально одна минутка, это тоже, на самом деле, интересно. Меня взяли, я-то, ну, была готова, что меня без опыта возьмут в ночь с воскресенья на понедельник, ну, по второму. А мне говорят, ну, все, мы тебя берем, значит, вечерний шоу на маленькую рубрику, ну, будешь работать с Антоном Камоловым. И суть в том, что мне по факту особенно не объяснили, что я должна делать, мне сказали, ну, у тебя будет минутка-полторы, ты должна сделать какую-то классную рубрику на тему дня. Я говорю, ну, вот какая-то вот что-то интересненькое про тему дня. Я такая, ну, что-нибудь. Я должна была сама придумать, что я должна делать, и мой текст ни разу никто не проверял, ты представляешь? Это, конечно, особая степень доверия, не знаю, видимо, руководство Европа плюс есть. Да-да-да, прикинь, то есть никто не проверял, а мне-то как бы страшно, может быть, я ерунду говорю уже месяц, а мне никто не говорит, как бы стесняется сказать, что ты, конечно, странная девочка. Вот. И, собственно, и потом через полгода меня перевели в утреннее шоу, а в утреннем шоу до этого были другие девочки, и я, конечно, словила огромную волну негатива, это просто была жесть, это, ну, вот реально месяц я плата. Да, люди не очень любят, когда что-то меняется в их привычном мире. Это, знаешь, при этом очень смешно, потому что люди всегда хотят нового, но при этом не очень меняется. Да-да-да-да, как обычно к уверенным людям, люди хотят лидера, но как только лидер появляется, ты что, охренел, ты что, тут лидер, что ли? Да-да-да. Это нормально абсолютно, и то, что сейчас происходит, дорогие мои, тоже вписаться вот в эти изменения, как вы сейчас проявляетесь по отношению к тем, да, то есть как вы принимаете мировоззрение других людей и события в жизни других людей, тоже о вас много говорит. Поэтому приспосабливайтесь быстро и не через хейт, вот. О, хейт ужаснейший. Это сейчас я уже отношусь к нему спокойно и даже с умилением неким. Да. Тогда это было реально очень больно и обидно, и, ну, мне ужасные вещи писали, там, будь ты проклята, да, типа, ты там что-то сделала, чтобы попасть на радость, ну, короче, фу-фу-фу. Да. Вот, ну, сейчас, слава богу, всё нормально, если мне что-то плохое пишут, я сразу отвечаю людям как надо, ну, пишут очень плохо. Да, я тотально тоже согласна, очень тебя понимаю, потому что люди, конечно, не могут простить себе чего-то и, соответственно, не могут простить других. Конечно, да. Поэтому можно попасть на радио сразу на самое прекрасное, куда хотелось, куда мечталось, без каких-то сумасшедших, ну, схем, без знакомств, а просто, когда ты, во-первых, да, это не история, типа, она заснула, и ей позвонили в дверь, да, ты двигалась навстречу своей цели, ты развивалась, вот ты в 15 лет загадала, человек пел, танцевал, развивался, работал, ну, это, это правда, очень важно, и отрицать это было бы, это было бы страшно. Ну, да, нет, это, ты знаешь, многие просто тоже, приходя в школу радио или телевидение, очень многие там приходят, ну, которые работали в офис, например, или, я не знаю, учителя французского, предположим. Да. И у них, конечно, кардинально жизнь может измениться, но по факту, как бы, в принципе, я сильно-то не ушла, просто вот школа радио, это была такая классная, ну, не дорожка. Реализация, да, обточка, обточка. Ну, это, это, обточка, да, это где меня упаковали, сказали, ну, тут надо справа вот так сделать, а слева вот так, а я такая, а, прикольно, я не знала, ну, как упаковочный цех, да, такой. Да, вот, поэтому, ребята, не откладывайте в долгий ящик, когда вы это намерение продемонстрируете, вся вселенная развернется для вас. Пришлют вам нужных людей, пришлют вам нужные вакансии, пришлют вам нужные... Ну, ты знаешь, я тебе могу рассказать историю, я думаю, мой коллега не будет против, Белла. Давай, никто не слышал. Она просто тоже очень... Никому не скажешь. Не, ну, Белла ее рассказывает, это открыто, вроде не сняется. Это тоже история про то, что важно делать. Да. И даже, когда тебе кажется, что ты делаешь что-то не то, важно делать. Да. Он работал на другой радиостанции, и что-то... Ну, он работал новостником как-то, ну, так, ничего особенного интересного. И параллельно делал в Инстаграме там свой проект такой небольшой. И, ну, как-то делал, делал, говорит, и в какой-то момент я потеряла энтузиазм. Думаю, ну, что я делаю, никому это не надо, ну, зачем, ну, как, что происходит. Да. А в итоге оказалось, ну, сейчас он работает, его пригласили на Европплюс, он работает со мной, и очень прекрасно вообще. Человек, мужчина, все, 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 все у меня хорошо. И оказалось, что когда он делал вот этот проект, и думал, боже, ну, это никому не надо, ну, зачем это все происходит. Мой продюсер, за ним полтора года следил в Инстаграме. То есть он полтора года следил, говорю, какой классный парень, какую классную штуку он делает. И вот когда, ну, нужен был человек, он сразу потом ломил. Вот, и история о том, что когда вы что-то делаете, вам кажется, что это никому не надо, помните, что какой-нибудь продюсер может за вами наблюдать в этот момент. Знаешь, эту статистику про то, что если ты переходишь дорогу, было исследование, вот когда ты переходишь дорогу на пустой улице, да, все хотят, ну, типа машин нету, можно перейти на красный. Оказывается, что если люди дожидаются зеленого, даже на пустой абсолютно дороге, то количество аварий на этом участке дороги снижается на 20%, что-то такое. А если этот человек еще и хорошо одет, то практически на 40%. На вас всегда смотрят, да, потому что всегда кто-то за нами наблюдает, нас берут, например, постоянно. И, ну, то, что вы делаете, не обесценивайте ни в коем случае. Если вам это приносит удовольствие, будьте в этом упорны, настырны. И даже если сначала не получается то, что бы очень хотелось, да, не надо воспринимать сейчас историю, которую нам рассказали, что человек вот еще раз, да, ничего она не делала, и первое же отправила, и прям сразу же ей согласились. Вам до этого рассказали 15-летний опыт, как что-то где-то не всегда получалось. Ну, конечно. И все было идеально. Да, сколько кастингов меня не пускали из-за роста. А рост, это, ну, ты не возьмешь и не вырастешь, да, то это не сделаешь лучше. Я, между прочим, ты знаешь, я хочу сказать, что на самом деле у меня была, ну, нет, сейчас уже, наверное, нет, но очень долго у меня был комплекс роста, очень большой, очень большой, и я, на самом деле, серьезно думала ставить аппарат Ализарова, серьезно. Я не поставила аппарат Ализарова, кто не знает, посмотрите, это страшная вещь, а противная. Да, я не поставила, собственно, ненамного. Ну, 10-12, знаешь, неплохо. Ну, 10-12, ну, блин, эти 10-12 все равно потом, все равно есть люди, блядь, метр восемьдесят, и потом думают, ну, какого хрена я буду старовым от этого метра восемьдесят. Не, ну, я бы не хотела быть метр восемьдесят, мне, в принципе, маленькое нравится, я бы чуть-чуть. Я переживаю, что я усохну еще в старости. Вот это да. Вот. А так, ну, я серьезно хотела ставить аппарат Ализарова, и я не поставила бы только потому, что мы тогда танцевали, и для нас это была просто жизнь, и как бы... Я такая, как же год потеряю танцев, и заново потом учиться ходить, и я такая, не, 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 ну... Но рост, рост, конечно, было много. Ребята, я не знаю... До сих пор меня иногда на ящик ставят на съемках. Потому что мне такие, вот, простите, они в кадре. Это последнее. Ну, ребята, если у вас есть какие-то комплексы, во-первых, еще раз, мы все нормальные, мы не сломаны, нас чинить не надо. С нашим ростом, весом, кривым зубиком, кривым мизинчиком и так далее. Это вообще, ну, просто вот мы такие. Кто-то, если навязывает вам комплексы, то берете и волшебный пендель под одно место вот раздаете. Но если у вас есть какие-то переживания, обязательно с ними работайте, потому что они, ну, наша природа такая. Мне мама, моя мама, мне говорила, что у тебя, говорит, вообще с тобой все в порядке, но вот нижняя часть ноги, голень, короткая. Ну, что я могу, я не могу ее отрастить. Ну, я не могу ее взять и отрастить. Ну, зачем ты мне это говоришь? Мне мой педагог, мой педагог долгое время, ну, как бы, один раз кинул фразу, которая у меня застряла в голове, и сказал, смирись, ты не формат. Пойдем, у вас с остром. Ну, просто, ну, ты понимаешь, да, то есть это была одна фраза, которую человек не запомнил. Не формат того, его. А я потом ее слышала. Да, в голове. Вот, знаешь, а я потом слышала, ну, когда я спросила, почему меня не взяли в проект там вокально. Да, не формат. Да, я потом слышала это в голове и думаю, ну, как так? И на самом деле, когда я заходила на радио, собственно, на кастинг, у меня тоже была мысль, что, блин, ну, я же не формат. Да, да. То есть это было максимально сильное усилие над собой, чтобы пройти вперед, ну, ладно, это радио. Вроде как бы будет странно, если мне скажешь, типа, ты маленькая, мы тебя не берем. Да, ты его, да, да. У тебя тут до микрофона не дотянешься. Поэтому, ребят, я каждый день учу сотни, сотни, сотни ребят, которым Мария Ивановна в школе сказала, что вы, у вас плохое произношение, что вы тупые, идиоты, плохо учитесь, вы троечники, проверила ваш диктант, поставила вам двойку, сказали, что ты бездарь, у тебя не получится, память плохая, там, и то, и все, и пятое, десятое. Этой Марии Ивановны в вашей жизни уже давно нет. Понимаете? Вы не ставите. Это вот у нее какие-то в голове проблемы. Это ее не реализирует человек, когда пропасывает. Да. У меня была ученица потрясающая, ко мне привели девочку, ей было тогда года лет пять, наверное, может, четыре, не знаю. Кристина, прям до сих пор помню, что это была Кристина. Прекрасная девочка, и мама, ну, я выхожу, маме говорю, вы знаете, у вас потрясающий ребенок, такая она вот прям тонко слышит, ну, прям вот хорошая, хорошая, добрая, видно, глазки такие умные, все хорошо. Говорю, ну, она такая зажатая, ну, прям очень зажатая. На что мне мама говорит, вы представляете? Вы представляете, она была очень раскованным, открытым ребенком, не боялась ничего. И пошла, мама ее отвела на актерское мастерство. И за три занятия ее, собственно, настолько забили. Забордовали. Прикинь, за три занятия. И потом вот она раскрылась на моих занятиях, ну, месяцев через восемь, десять. Три занятия и десять месяцев. Вообще разница. Очень хорошая. Ребят, вас можно только хвалить. Вы обязательно станете лучше, будете видеть в себе стороны, которые надо улучшать, но вас можно только хвалить. Запомните это, просто запомните. Это в российском менталитете очень сильно выражено, вот это вот желание транслировать свою какую-то боль и забивать яркость в людях, и вообще забивать людей не позволяет. У меня тоже есть отвратительная история с детства. Ужасная история, если не пугаетесь. Когда мне было три года, я была очень всегда здоровым и закаленным ребенком. Мне всегда было очень жарко. Я прям всегда бегала в трусах, мне так нравилось. И я ходила в детский сад, где была такая очень-очень старая, неприятная воспитательница, и ее очень сильно раздражало, что все дети индивидуальности. Ее прям это бесило. Да бесило. И к ней все время подходили родители, и говорили, простите, у моего там ребенка аллергии на арахис, я не знаю, ой, простите, а мой там вот это. А моя мама подходила и просила, чтобы меня на тихий час не кутали. Я не могла спать, потому что, помнишь, да, как одеяло, вот это все. Ну, я не была никогда в русском детском саду, поэтому... Ну, можешь представить, одеяло под матрас, ты не можешь выбраться, и я очень сильно потела. Я маме говорила, я спать не могу. И, собственно, мама подошла, попросила, на что, кстати, сказала, что, типа, я выросший нормальный, знаешь, народ, типа, вот эти, вот, не обещай, что вы тут все разные, вы будете все одинаковыми. И, короче, это, не буду говорить плохих слов, но она очень плохая женщина, положила меня из принципа, типа, как воспитание, под открытым окном без одеяла. И я заработала себе двустороннее воспаление легких. Да, ну, это так мягко точно, но... Это мягко, да. Да, 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 и, ну, там было все очень тяжело, то есть я прям практически умирала уже, и мама там, мама не спала, а не я все время держала в руках, я еще маме, говорю, ты ее засудила, я говорю, мама, какой суд, говорит, у меня ребенок умирает, о чем ты? Да. Ну, и, короче, суть в том, что из-за этого человека, который не хотел, чтобы все были индивидуальностями, да, у меня полностью подорвался иммунитет, и меня не брали ни в один сад, и говорили, что это, ну, сорян, медицинский ребенок, и моя мама там давала кому-то взятку, чтобы меня взяли в другой сад, ну, короче, и вот это реально просто потому, что вот ей не нравилось, типа, да, почему вы все разные, что за ерунда, вы будете одинакованы, отвратительно, конечно. Эх, ребята, короче, поняли, да, вас можно только хвалить, и если кто-то где-то критикует ваших детей, то, потому что потом с этим вот так вот придется разбираться, и не обязательно человек из этого выберется. Скажи, пожалуйста, а вот, ну, мы в изучении английского используем радио, я всегда ребятам говорю, что это один из мощных инструментов для того, чтобы встроиться в новый язык, именно за счет того, что не видно картинки и не видно жестов. Когда есть только голос, это сложнее сначала распознать речь, начать распознавать новые слова, но чаще всего работают люди с хорошей дикцией, это, ну, уравнивает, и очень хорошо нарабатывается слушание и слышание. Вот скажи, пожалуйста, просто, да, вас не видно, то есть невозможно выразить что-то жестами и так далее. Ну, нас видно, на самом деле. У нас есть трансляция. Кто любит, тот смотрит. Глобально, именно идея радио, что тебя вот я еду в машине, тебя не вижу. За счет каких приемов ты делаешь такое вот, то есть что можно сделать, чтобы человек ощущал в твое присутствие объемно? Интересный такой вопрос. Что можно сделать, чтобы... Ну, во-первых, в принципе, важна очень связь слушателей и радиоведущего. И я, на самом деле, никогда не думала о количестве наших слушателей. Я просто представляю, что, в принципе, наверное, какой-то у нас такой небольшой круг друзей, хотя нас слушают больше, там, 12 миллионов каждый день. Да, да. Ну, если бы прям таких несколько правил, во-первых, ты должен все время помнить, о чем ты говорил недавно. И если ты говоришь какую-то шутку, это не должна быть шутка для тебя и твоих коллег, это должна быть шутка понятная. Блин, вот черт. Я не смог бы работать на радио. Нет, ну, такое тоже бывает, конечно, но очень часто бывает такая проблема, что коллеги начинают говорить и забывают, что есть слушатели, и пропадает немножко вот эта связь некая. Но, естественно, обратная связь. Очень классно, когда есть какой-то слушатель, который становится персонажем. Например, у нас был Дима, он себя называл Дима-мститель, и он той весной начал худеть, и он нам присылал отчет, реально фотки, говорит, еще минус 5 килограммов. Мы такие, ой, дико. Да, и иногда эти слушатели становятся настолько яркими, что другие слушатели спрашивают, так, а почему вы давно не говорили про Диму? Что у него происходит? Так что, короче, на самом деле, какие-то... А у нас здесь тоже есть. У нас здесь есть Сания Жапарова, оно такое... Звонкое имя. Это нарицательное имя. Мы назначаем... У нас в эфирах, если бывает кто-то невменяемый, мы назначаем Санью Жапарову эфиру. Вот. Это переходящее знамя самых странных персонажей. Но их мало. Вот. Но у нас есть Санья Жапарова зато своя. Это хорошо. У вас идея еще Дима, а у нас Санья Жапарова. Ну, да. Так что... Ну, то есть, каких-то специальных средств нету. Есть, на самом деле, просто вот теплое и дружеское отношение к слушателю, и вот максимально ты это передаешь, как можешь. Скажи, а можно ворваться в эфир, там, ну, без предварительного, прямо, типа, прямо ворваться в эфир, позвонить? Ну, у нас... У нас все звонки прямые, все слушатели реальны. Это факт. Да, да. И очень важно, что... Чтобы ты не знала, кто и о чем. А мы же не знаем никогда, кто и о чем. Но, единственное, у нас... Первым трубку берет наш продюсер. Да. И, собственно, под там двум-трём вопросом, в принципе, можно сразу понять, адекватный человек или нет. В принципе, за всё время, что я работала, за семь лет только один был. Странный чувак. А так все слушатели супер... Да, 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 суперадекватные. Ну, он позвонил, он матернулся, и так матернулся ещё, знаешь, и... Ну, как-то, короче, так не понятно, что никто и не понял. Ну, короче, ерунда. Ну, что ж ты, чувак, не старался хотя бы. Ну, да, то есть это даже... Это даже, да, это даже было непонятно. Ну, ну, что-то промямлило, и всё. А так, получается, продюсер берёт трубку, и он уже понимает, там, наш человек, наш персонаж, не наш персонаж. Играли он уже, потому что есть... Есть профессиональные игроки, которые звонят каждый день, там, с 30 телефонов, и мы их отслеживаем, потому что есть правило, что ты можешь выигрывать только раз в полгода, ну, чтобы все могли играть. Вот, и, короче, мы, получается, второй этап, но по факту мы не знаем, кто этот человек, откуда и что он сейчас скажет. То есть это всегда такой партнер. А скажи, ты пела когда-нибудь в прямых эфирах, использовала свой певческий навык? Ну, может быть, не знаю. Наверное, не знаю. Наверное, меня просили. Может быть. Ну, мы периодически на концерты не могли быть. Хочется, чтобы аудитория знала, что ты просто поучилась там, а ты прекрасно поешь, и хочется, чтобы это... Люди об этом знали. А, моя аудитория... Ну, знают, на самом деле, потому что мы периодически делаем на концертах такие вставочки, где я пою. И иногда, кстати, в играх, в оформлении игр, там, я не знаю, первая мысль. Есть какие-то пропевки, это я пою. Иногда бывает такое. Да, мне иногда звонит. Вы знаете об этом. А мы, между прочим, кстати, мы вместе с Вики танцевали в одном пространстве, скажем так, с девочкой, которая в итоге спела Валера, Валера. Так Валера, Валера это моя однокурсница. Жанна. Да, да, да. Вот, просто мы, когда я помню, когда она сняла этот странный клип, ну, выложила ВКонтакте, мы там ржали-ржали, а потом я еду через полгода к какой-то маршрутке. Да, она все знает. Я так, что, секундочку. Да, и говорю, что, что это такое? Да, 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 все знают. Мы с Жанной даже недавно на одном мероприятии выступали вместе, и это было удивительно. Я такая, ого. То есть, да, прям случайно. Вот это правда, ого. Вот это ты меня сейчас прям, я серьезно, ого. Слушай, ну, надо... И на самом деле наше вот это танцевальное пространство, я потом много куда ходила, в какие студии, но нигде нету такого, как было у нас. Я не знаю, может быть, нет. Блин, нигде нет такого, как у нас. Ну, я не знаю, но может быть, знаешь, вот вспоминаешь, и думаешь, нет, вот тут не так. Не знаю, может быть, нам казалось, но это было прям суперкомьюнити. Это прям суперкомьюнити, и реально все люди оттуда, они какие-то прям суперуникальные. Я на кого только не подписываюсь, только, ого, ты вот этим занимаешься, круто. Вау. Ну, то есть, все очень молодцы, правда, большие. Да. Маша сейчас топчей ворвалась на жару тоже. Да, с Машей мы часто видимся. Я ее совершенно тоже случайно где-то недавно видела. Короче, ребята наши, наши повсюду. С Машей у нас вообще смешная история, что мы учились в двух вузах. Мы, короче, совершенно случайно в двух вузах учились, одних и тех же, и жили рядом. Маша, да. Моя сестра, ты знаешь Иру, ну, Ирэн Молчанову, Иру Молчанову. Конечно, да, да, да. Ира тоже очень талантливая. Вот. А я видела, да, что ты занимаешься. Да, и она, ну, я просто, я занимаюсь, потому что уже она вот этот весь бизнес у меня на глазах буквально организовывала, но она тоже придет в эфир, согласилась, и у нее время есть, и даст моим ребятам, нашим подписчикам всякие крутые фишки по бокалу. Да, 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 да. Ребята, я включаю комментарии, допускаю вас до красивого тела. Врывайтесь с вопросами. Если они есть, может, если нет, то есть, есть. Во-первых, вы всем прислали, спрашивали, сколько ваш рост? А, 152 где-то. Ну, 151-152, ну, короче, полторашка я всегда говорю. Татьяна, почему Вики? Ну, так сложилось, когда пришла, мне сказали, что нельзя быть Татьяной. Надо поменять имя, и мы долго-долго накидывали разные варианты, и вот, собственно, Вике показалась приемлемой. Более того, подбирают же еще имя, чтобы оно звучало в контексте других имен, чтобы оно ритмически подходило под джингл. То есть там очень сложная схема, это не просто там из серии. Моя мама, конечно, хотела, чтобы меня назвали Констанцией. Констанция? Да. Она говорит, ну, красиво, я говорю, мама, боюсь, что это не... Констанция, Констанция, Констанция. Что ты говоришь имя поменять? Ну, а мне бы сказали имя поменять? Не поняла еще раз, у меня задержки. Ты бы еще раз. Мне бы тоже. Вот мне бы, Сапе бы сказали, меня бы заставили имя поменять, или вот как бы осталось? А, да нет, я думаю, что Диана будет остаться. Просто Диана-то не была до этого, а Таня была до этого. Надо было, чтобы я была не Таней. А можно было бы мне быть алмазиком? Ну, это вопрос к продюсерам. Ну, на самом деле, это, ты знаешь, очень тоже интересный экспириенс. Я не знаю, отразится это на моей психике или нет, что меня называют... Вот, кстати, как ты думаешь, как человек, который учится, отразится ли на моей психике, что меня называют разными именами? Слушай, нет. Нет? Ну, хорошо. Не отразится до тех пор, пока ты сама себя не станешь разными именами называть. А, ну, нет, я так не делала. Как ты себя ассоциируешь? И еще, и более того, можно себя ассоциировать с разными именами, с разными личностями, а если ты одну личность называешь разными именами, то нет, для головы это вполне нормально. Это как тебя, как котик, зайчик, пупсик. А, ну, это нормально. Ну, в общем, да, это на самом деле очень интересная и долгая перестройка была тоже. Очень непривычно, когда тебя так называют, но потом как-то привыкаешь. Так, спрашиваю, вот есть ли какие-нибудь тренажеры для языка, что при эфирах он не заплетался? Пробка. Пробка, видно, нет никаких тренажеров. Я, по крайней мере, про них не знаю. в смысле бухать? Нет, пробку зажимаешь и проговариваешь скороговорки, и если потом ты вытаскиваешь пробку, у тебя просто идеальная речь, потому что ничего не мешается. А так, ну, вы знаете... Как круто. Ну, я говорю, как круто. А, ты не пробовала ни разу? Нет, я не пробовала, я не работала никогда. Я работала только с логопедом, когда мелкая была, чтобы убирать акцент, она меня выдрычила просто очень жёстко. Она записывала мне такую деревяшку в рот и делала деревяшкой туда-сюда. Это было больно и до слёз. Ну, вот глобально это типа деревяшка, но намного приятнее будет. Это неприятно было. Но у тебя дикция, я тебе скажу, 10, 11, боже, 12 лет, 12 лет, и я тебя знаю. У тебя всегда были прекрасные дикции. Ну, ты знаешь, у меня не идеальная дикция. В детстве я шепелявила очень серьёзно, и периодически у меня низа хель небольшая. Я просвистываю, я это слышу, ну, как бы пытаюсь контролировать. Но поскольку я мне по седок пела, у нас там с 9 лет была стэн речь, и, собственно, мы занимались, 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 занимались. Меня иногда несёт, я иногда быстро очень начинаю говорить, но для радио это не прицомо. Темп — это неплохо. И у меня даже есть прикольные дикции. Ребята, темп — это неплохо. Почему так всё медленно? Почему так всё медленно? Почему так всё медленно? Да. Почему так всё медленно? Так, спрашивают, расскажите про игру «Сейф» в бригаде. Какая максимальная сумма была выиграна в эфире? 117 тысяч. 117 тысяч? Да. Ну, вот тут пишет три года, пытаюсь дозвониться. Звоните. Дозвоните, да. Всё бывает. Какая самая трясовая ситуация происходила в эфире? Ой, ну такой сложный вопрос, я даже не знаю. Скажи, я родилась, потому что это радио, да? Да, прикинь, так обидно. Сейчас я думаю, какая самая трясовая... Ты знаешь, всегда, когда происходят какие-то трясовые ситуации, мы с коллегами такие, о, надо запомнить, потому что нас часто спрашивают про трясовые ситуации, и мы, естественно, не вспоминаем. Но была прикольная, не трясовая, но она была забавная. К нам приезжала девочка, она голландка, и она создательница скульптуры «Ждун». Помнишь, была такая? Да, да, да. Вот, ну такая очень милая девочка, очень скромная и так далее. И она реально не многословна, то есть она на все отвечала, прям очень сдерживая, так «я, я, най, най, най». Ну она «Ждуна», конечно, а чтобы сознать «Ждуна», я думаю, там не многословный человек. Да. И она приходила с переводчиком, переводчик, он руссо-голландец, я не знаю, или полностью голландец, но говорит на русском. И это очень импозантный такой мужчина, лет 50, и он прям, ну вот он прям вот такой вот весь. И, ну, видимо, он давно общается с этой девочкой, и он знает про ее же все, но просто смешно, как он переводил. То есть ее, например, мы спрашиваем там, а как, ты помнишь, когда это создала «Ждуна»? Ну, она там что-то говорит, типа «я, я, там, три месяца назад, так положу». Да. А он переводит не совсем так. Он говорит «да-да, я помню, три месяца назад я гуляла по набережной, и тут я вижу свет, свет падает». И я думаю «о, боже, это же». Ну, то есть, короче, он переводил, но и фразы все были раз в 10 длиннее, и все слушатели писали такие «ниче себе, какой голландский емкий». Это не трэш, но это было очень странно и мило так. Ну, окей, как здорово. Слушай, а ты родишь Кирилла? Кирилл тоже ходил в «Дэнсел». Да, я помню. Вот, он мне лет пять, наверное, позвонил назад и говорит «слушай, тут привезли в Россию Басту Раймса, и мы, никто не додумался взять ему переводчика. Пожалуйста, ты можешь через час срочно приезжать в гостиницу, но тогда нужно его переводить». Я поехала, Басту Раймс говорил просто километровыми предложениями, а я переводила вот так вот коротко и емко. Я говорила «да». Слушай, на самом деле, такое, кстати, тоже часто бывает, когда забывают переводчика. У меня английский более-менее, но это реально надо иметь особый навык, вот особенно для переводчика, потому что мы часто работаем с одним и тем же, и он знает, где урезать, он знает, что нам надо перевести, что не надо переводить. А вообще, чаще всего, интервью с артистами, кто говорит на английском, перевод в одну сторону. Мы говорим на русском, ему переводят на английский, обратно ответ нам не переводят, чтобы ускорить процесс. Вот тут спрашивают, сколькими языками ты владеешь? Только дискуссия. Денис? Вот не то, что у меня английский, так как себя. Слушай, нет, но у меня английский уверен, и я на английском очень как бы комфортно мне разговаривать, и никогда не возникало у меня никаких проблем, ничего. Ну, да и все, чуть-чуть испанского, чуть-чуть итальянского, но это все настолько... Итальянский, ты знаешь, я учила-учила, и я не смогла преодолеть барьер. Чего это? То есть вот говорила... Не знаю, мне не нравилось, что я очень медленно говорю, и я в какой-то момент... они быстро, они... Это же итальянцы, ну, ты что? Они не говорят супер, это не испанцы. И в какой-то момент я такая, знаешь, понимаешь, что мне некомфортно говорить на итальянском, я такая, о, парлям инглезе, и все, я проходила на английский, и мне, короче, вот этот момент я не переборожу, надо заниматься. Да, обязательно надо, да. Я так целый год прожила в Мадриде без слова испанского, потому что английский можно прожить, да, да, да. Вот, потому что английский очень мешает. И все, потом я приехала еще раз там на почти год и сказала, так, нет, все, теперь я разговариваю только на испанском. За две недели я заговорила... Английский, да, в том же, вся ситуация, это вроде кажется плюс, вот у меня подружка тоже ездила в Испанию, она приехала без испанского, но она не знала английский, и у нее не было выбора, то есть как бы, если ты не выучишь испанский, ты не выживешь. А у меня, поскольку был выбор, и я как бы так хоп-хоп, ля-ля-ля-ля-ля, а английский у меня намного приятнее, давайте на английском. И плюс мне еще везет на итальянцев, все мои знакомые итальянцы очень хорошо говорят на английском. Хотя говорят, что, да, то есть, ну, прям вот реально мне просто попадаются такие люди, которые хорошо знают, так что я не полеглот, я так, чуть-чуть. Так, ну, скромничай, скромничай, скромничай. Итак, спрашивают, были ли ситуации в эфире, за которую было стыдно? Ну, какие-нибудь оговорки дурацкие, ну, когда ты... Хотела сказать сосиску, что сосиска? Ну, типа того, да, 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 когда ты как бы хочешь сказать нормальное слово, получается какая-то ерунда. Но не то, что стыдно, как бы обычно очень... У нас очень хороший коллектив, да, очень хороший коллектив, никто никогда не засаживает, да, и это совершенно нормальная история, если договариваться. как научиться... Как научиться быстрее говорить, если скорость речи даже на русском медленная? А зачем вам быстро говорить? Да, зачем? Это, мне кажется, это особенность вашего темперамента и типу личности. Если вы не говорите быстро, то вам не надо говорить быстро. Да, как думаете с такой скоростью? Это нормально. А спрашивают... Когда я говорю медленно, я... спасибо большое. Дальше. Так, когда ты говоришь медленно... Ну, когда медленно, это прям физически больно, потому что мысль быстрее. Да, да, это мне тоже знакомо. И это прямо видно, что это неорганично, что я что-то делаю не то, это видно, поэтому не надо против себя идти. Да, спрашивают, как работается в мужском коллективе? Шикарно. И пункто. Шикарно и пункто. Восколько встаёте на работу? Восколько встаёшь на работу? Пять. Раньше встал 4.30, сейчас устала. А во сколько ты ложишься? Вот расскажи. Вот когда как? Ну, ты знаешь, я, например, в 8 могу лечь. Вот если я захочу, я могу лечь в 8 вечера. В 8? Могу. Вообще. У нас иногда мы приходим на работу, так я вчера лёг в 6 вечера, а я в 8. Перевозно? Да. Ну, потому что даже даже если ты спишь вроде нормальное количество часов, зимой очень тяжело вставать с утра. Очень тяжело. Хотя я люблю вставать ранее, но мой, наверное, идеальный график, вот я бы хорошо себя чувствовала, если бы я вставала в 6.30, наверное. Вот 6, 6.30, мне хорошо. А так, получается, ты не каждый день встаёшь? Нет, не каждый, но в выходные я тоже встаю очень рано, ну, потому что это уже как бы, график, если сбивать, то это, ну, это прямо ужасно. Да, потом в отпуске расслабляешься, это ужасно. И, да, так, какой необычный подарок самый необычный получала? Ну, не дарят необычные подарки, наверное. Но живого кролика мне дарили, но это ещё очень было. Живого кролика? Да, это ещё почти в детстве было. К тому же, это было случайно, на сцене мне подарили живого кролика, незнакомый человек. Ну, это было очень сложно. Да, ой, он ко мне, кот пришёл. А я собаку, я собаку заперла. Мой хороший, не пришёл. Покажись, кот. Да, он нежнятенец. Привет, котик. Так, спрашивают, курите, пьёте? Скажите, вы курите, пьёте? А, нет, я не курю. Ну, ну, не курю. Ну, кальяна бывает очень редко. Я так понимаю, из наших вообще мы никто не курим и не пьём. Нет, ну, я, нет, я иногда не пью, я иногда пью, но, ну, это, я не запойлю вот это вот. Ну, да, 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 ну, то есть, на самом деле, я пить-то начала года три назад. Да, то есть, до этого я вообще не пила, а потом я что-то как-то в Италии мне понравился. Винчи, такой, прикольно. У меня то же самое с кофе, я такая, не всю жизнь. Да, я, я на самом деле, кстати, да, я видела, я помню этот процесс, когда ты стала любить кофе, думаю, как можно было жить без капучино, я вообще не понимаю. Я думаю, капучино мне вообще, ну, готовили здесь везде невкусно, и мне казалось, так везде. Нет, капучино это прекрасно, с утра это прям это. хочу провести время с бригадой У, такое возможно, пишет Василий Завьялов. Я не знаю, что это за вопрос, она сама отвечает, у тебя вопрос. Возможно ли провести время с бригадой У, но приходите к нам в гости, у нас по пятницам гостевые эфиры, сейчас в связи с ситуацией мировой, как бы это невозможно, но вообще по пятницам мы ждем в гости всех. Так, записывайте, ребят. Какое у тебя хобби? Хобби? Слушай, ну у меня много, я на самом деле, мне давно смеется на работе, что я человек мастер-класс, я люблю ходить на всякие мастер-классы, странные. на каком же последний было? Я только пошла на корзину, последний мастер-класс, на котором я была, сейчас я тебе скажу, ну, это были медитации, это, наверное, не считается, наверное, живопись, я ходила, где, знаешь, пьют вино и рисуют, а мы рисовали какую-то ужасно некрасивую женщину, которая получилась похожа на трансвестита, я, в общем, ее куда-то оставила, да, мне не впечатлило. Я тебя ходила на вязание корзин всяких, свечи я недавно варила, ну, то есть я, короче, занимаюсь всем подряд, ну, просто вот что, знаешь, но у меня... Ребята, обязательно пробуйте, я ребятам говорю, Да, но у меня, видишь, у меня проблема, что я быстро загоряюсь и весьма быстро могу потерять интерес, поэтому, когда у меня появляется идея, я быстро ее делаю, чтобы пока-а-а, быстренько хоп-хоп, все, идея есть, ну, последнее, это вот свечи, это на один раз меня хватило, больше не делаю свечи, ну, классные свечи получились вообще. Свечи классные. Так, надо ворваться в корзинку. И спортом занимаешься, спрашивают? Сейчас сложно со спортом, ну, так по мелочи растягиваюсь. Я ходила в бассейн, так, весьма на постоянной, ну, на постоянной основе, я сейчас купила абонемент себе в Чайку, знаешь, да, наверное, Чайку открытую. Бассейн, Чайка? Мне там очень нравится. Ну, я знаю, там такая очень необычная атмосфера, там очень много бабушек, и эти бабушки ходят туда уже, там, 30 лет подряд, знаешь, каждый день, то есть это, ну, такое, тоже банда там своя. Но летом там просто кайф, прям курорт, и я купила абонемент, и, собственно, началась вот эта история вся, и сижу со своим абонементом. Ничего, скоро, скоро пойдешь. И на Бекрам-йогу я хожу, Бекрам-йогу, наверное, тоже знаешь, это которая горячая. И, собственно, недавно мы, вот Саня, которая внизу пишет, меня потеряла, видимо, посмотрели фильм, документальный про этого мужчину, который создал эту систему, он оказался тратительным человеком, так что теперь не знаю даже, как ходить на эту югу. С именем Анна Белокопытова спрашивает, друзья пользуются вашей популярностью? Анна просто звонила мне по видеосвязи, пока я с тобой в эфире, вот. Друзья пользуются вашей популярностью. Поэтому я не ответила. Анна, на что вы намекаете, Анна? Анна меня потеряла, видимо. Так, так, какими языками ответили про пой-кавер, который ты пела на EP Live, Ива. Я сама уже не помню, ребят. Я не вспомню слова там французские. Вот так вот, память девичья, отстаньте от машины. Память девичья, да. Нет, нет, у меня не... Ты водишь, кстати, машину? Нет, я вообще, я с водителем, я сказала, я пересяду сразу на машину с водителем, да? А у меня не сложилось, как-то у меня первый инструктор мой был какой-то совершенно несерьезный, меня возил все время кофе пить. Нет, 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 потом вся ситуация у меня что-то не сложилась, потом я это откладывала, может в каком-то моменте заведу, завожу. А я и не хочу, зачем мне лишний стресс, что мне и так стресс... В Москве это не всегда как бы необходимо, для девочки уж тем более. Любимый певец, певица зарубежная? Вообще прям, я прям всегда сложно отвечать на эти вопросы, потому что мне всегда вылетает из головы, кто мне нравится. Окей, мне нравится Джимми Раквай, очень позитивный, и был в свое время, последний концерт в Москве меня не сильно впечатлил, а был такой проект Пикник Афиши, ну собственно есть, и я попала туда в первый раз, был концерт Джимми Раквай, и это было прям очень круто, это было первое такое мероприятие для меня, когда типа большой пикник, все на улице, это было классно. Так, одного мужчину давай, я обожаю. Я обожаю прям топчик, вот два топа напоследок, потому что у нас одна минута, поэтому... Давай, я обожаю Дженни Фрлопес, вообще, она просто... Она просто замолченная, и мужчина, 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 я монатика, очень люблю творчество монатика, очень мне нравятся тексты, очень позитивные, ритмичные, и есть в нем какое-то добро. Он когда ходил на это шоу, ему говорили, что у него ничего-то не получится, по-моему, да? А, нет, ну, ему говорили. Серега этот. Не знаю, возможно, возможно. А, да? Да, он ходил, как в это шоу участвовал, и тот говорит, я вас не пропускаю, у вас нет будущего, тот говорит, ну, дайте мне шанс, говорит, нет, у вас будущего, никакого нет, таланта нет, не вижу у вас профи. Ну, вот я, собственно, мечтаю с Монатиком познакомиться, поболтать очень. Вот, и респектую Жан-Поль Готье. Вот, Жан-Поль Готье недавно обошел в мою жизнь, так сказать, мы с ней познакомились, это просто не человек, это какой-то космос. Блин. Так, как всегда, мало часа, чтобы закрыть все интересные темы. Я просто не могу тебя отпустить слишком скомканно, поэтому, дорогие мои, наши подписчики, читатели, пожалуйста, обрушьте всю свою прекрасную любовь, на эту чудесную леди, чтобы она почувствовала, какие у нас, вы у нас замечательные, аудитория у нас правда, огонь прекрасный, чудесный, и утро с тобой встречают, и очень тебя ждали, и, в общем, в общем, все очень-очень счастливы, я уже ижу просто, пока вот эти две секунды вышло. Спасибо тебе огромное, что нашла время, спасибо тебе большое за все, чем ты поделилась, сегодня это очень ценно и важно, потому что ребятам со всех сторон сейчас много давления самого разного, и мне очень важно создавать вот эту вот атмосферу, где мы не делаем вид, что ничего не происходит, а стоим уверенно и продолжаем быть собой, не впадая в какие-то трансовые, пролитические состояния, вот, осваивайте новые профессии, берите пример с сильного, разностороннего, прекрасного человека, что это просто вот, ну, я вам всех ребят, которых показываю, это действительно истории очень-очень классно отточенных талантов, способностей, идите вперед, уверенно, берите пример, переслушивайте эти истории, что так тоже можно, так тоже можно, мечтать, отпускать, становиться и сиять долго, прекрасно, мы тебе желаем всего себе самого-самого прекрасного, чудесного, несмотря на то, что на день рождения ты в Италию, ну, а вдруг полетишь, кто знает, да, ну, вдруг. Ну, нет, я думаю, нет, но я надеюсь, что все скоро закончится и мы просто войдем в новый классный период. Да, да, пусть так и будет, неистово, круто, огненно, отметь свой день рождения, войди в свой прекрасный период возможностей, мы всеми нашими тысячами присоединяемся к этому, успехов тебе в карьере, в твоем пути, прекрасных тебе слушателей, в твоей аудитории, спасибо. Я надеюсь, что мы еще как-нибудь встретимся. Я надеюсь, что мы потанцуем еще все. О, боже мой, не дави на больной. Я только Максу вчера ныла, что я так хочу танцевать. Я попыталась сходить танцевать, но я говорю, ребят, ну, лучше, чем там, не было, нет нигде. Ну, просто что происходит. Ну, я надеюсь, что будет еще. Да, 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 НДГХ ворвется, ворвется. Может, Клёша Граченко съездить? Можно. Не знаю, почему я это придумала, просто, привет. Вот, так что, спасибо тебе огромное, крутого тебе вечера, хорошего восстановления и прекрасного сна. Мы тебя все крепко-крепко обнимаем. Ребята, я сейчас вам скажу про английскую часть этого урока. Мы нашу Вику, Вики чудесную, отпускаем, обнимаем и шлем ей лучи всего прекрасного. Ну, счастливо, пока-пока. Пока-пока-пока. Мне кажется, это очень вдохновляющая история, вдохновляющая своей прекрасной простотой на фоне упорной работы, на фоне того, как можно оставаться собой, и Вселенная развернется, чтобы твои мечты исполнить. Поэтому чудеса бывают и случаются они еще и с теми, кто к ним навстречу активно идет. И Вселенная вас очень любит, и я вас очень люблю, и вы молодцы. Большое спасибо вам за поддержку. Вы у нас просто огненные. Всем счастливо. Я вас всех обнимаю. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok